Привет всем! Меня зовут Ярошенко Юлия и я рада приветствовать вас в авторской рубрике Ваха Анны. Интересно, полезно и все о музыке. Сегодня мы поговорим с вами о грудном резонаторе. Человеческий голос самый совершенный из всех музыкальных инструментов. И кто же не мечтает владеть им досконально? Сегодня мы поговорим с вами о том, на что обратить внимание, чтобы ваш голос звучал тепло, объемно и мощно. Приходилось ли вам слышать свой голос в записи? Казалось ли вам, что он звучит тускло, тонко или совсем незнакомо? Все дело в том, что при прохождении через мягкие ткани голосового аппарата голос теряет до 80% силы. Но наш голосовой аппарат также обладает полостями с твердыми стенками, отталкиваясь от которых звук усиливается в несколько раз. Эти полости называют резонаторами. Их существует два вида – головной и грудной. Именно о грудном резонаторе сегодня и пойдет речь. Грудной резонатор – это грудная клетка, в состав которой входят грудина, альвеолы и пустотелые бронхи. Вибрации происходят в верхнеключичном отделе, нежреберном отделе спины, грудной клетки, трахель и бронх. Теперь поговорим о том, как же звучит грудной резонатор. Это в первую очередь нижняя опора звука. Также отличительной чертой этого звучания являются низкие амбертона, окрашенные в теплый, мягкий звук. Он придает голосу полноту, объемность, мясистость и насыщенность. Очень важным аспектом при грудном резонировании является правильность дыхания. При этом грудная клетка должна быть свободна, работают мышцы брюшного пресса, грудь свободна и неподвижна. Если же во время вдоха ваша грудная клетка начала вздываться вверх, к примеру, вот так вот, значит, ваше дыхание перешло из диафрагмального в грудное, что является неправильным. Правильное диафрагмальное дыхание осуществляется за счет сокращения диафрагмы и брюшных мышц, к примеру. Интересным является тот факт, что правильно от природы дышат мужчины. Женщины почему-то не могут похвастаться такой особенностью, но кроме тех, которые профессионально занимаются спортом и йогой. Возможно, женщинам мешает правильно дышать в наличии груди. Не стоит путать регистры и резонаторы. Регистры – это отрезок вашего диапазона от самой низкой ноты до самой высокой. Резонатор же – это физическая пустота в теле, которая позволяет вам петь громко или тихо. Какими же должны быть ощущения при пении грудным резонатором? Вы должны ощущать две струи воздуха, одновременно выходящие изо рта и из носа, которые потом образуют одну звуковую волну прямо перед лицом поющего. При пользовании этого резонатора у вас должна вибрировать грудная клетка. И самый простейший способ проверить это – это положить ладонь на грудь и просто начать говорить, а лучше всего петь. Многочисленные исследования и опросы подтверждают тот факт, что люди, которые обладают хорошо развитым грудным резонатором от природы, являются обладателями самых привлекательных голосов людей. Ходят слухи, что некоторые люди специально поддержают свой голос, чтобы казаться привлекательнее. Грудной резонатор в своей практике активно используют психологи и гипнотизеры, так как такой бархатный, мягкий, низкий голос способен расслабить, расположить и окутать мягкой волной. Если же такой голос будет еще достаточно монотонным, вы с легкостью сможете усыплять и вводить в транс вашу публику, чтобы она не возражала, не сопротивлялась и не было никаких претензий. Также без поставленного, сильного и уверенного голоса не обойтись не только артистам, а людям с такими профессиями, как шоумен, конферансье, политики, тренера, спикеры, коучи. Ну и список можно продолжить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok